Арка главного входа, а наверху скульптурная группа трактористы-колхозница. Здравствуйте, мы с вами на ВДНХ. Сейчас утро 3 мая 2019 года. Давайте проедем по территории на велосипеде, немножко посмотрим фонтаны, павильоны. Вдоль центральной аллеи ВДНХ работают 14 фонтанов, по 7 с каждой стороны. Включают их в 7 утра ежедневно. Вот эта левая аллея, сразу после входа на ВДНХ, называется главной, потому что, видите, она ведет до самой ракеты Гагарина и до павильоны Космос. Раньше всех из туристов на ВДНХ приезжают наши китайские товарищи. В этой части ВДНХ, вот до центрального павильона, сейчас можно погулять, полюбоваться на фонтаны. Справа там Макдональдс, ну а в общем-то больше тут ничего и нет. Вот еще справа за этими деревьями, так называемый Северный сквер, где проходят концерты и выступления сейчас 14 часов. Ну а все остальное уже за центральным павильоном, куда я и поеду. Макдональдс находится 200 метров справа после арки главного входа. Вот так вот спрятался немного среди деревьев. Левее центральной зоны строится парк аттракционов. Разум подсказывает, что все это будет еще не скоро. На заднем плане перед вами опоры подвесной канатной дороги. Кого интересует тема аттракционов, смотрите материал по ссылке в описании. Вернувшись в центральную зону, проезжаем памятник Ленину по пути к площади Дружбы Народов. Ленин попал на это центральное место после того, как был демонтирован памятник Сталину. Раньше они стояли симметрично слева и справа от входа в центральный павильон. В центральном павильоне продолжается ремонт. Конечно, это уже утомило. Посмотрите на вот эти картуши сверху. Это 16 гербов Республик Советского Союза. У нас было 16 республик с 40-го по 56-й годы. Потом 15. Мы с вами на площади Дружбы Народов. За центральным павильоном, откуда я приехал. Посредине него находится одноименный фонтан Дружба Народов. О фонтанах я уже подробно снимал. Посмотрите по ссылке. А сейчас я хотел бы немножко остановиться на павильонах, которые здесь находятся. С левой стороны центрального главного павильона, павильон номер 2, где работает рабостанция. Такое себе развлечение для детей и взрослых, куда покупаешь билеты, а потом общаешься с роботами. Далее находятся три закрытых нынче павильона. Это бывшие павильоны Прибалтийских республик. Эстония, Латвия и Литва. Там продолжается ремонт. Павильон 10. Исторический павильон Молдавии. Сейчас доступа нет. С другой стороны площади Дружбы Народов павильон Карелии, павильон Армении, павильон Мои Документы. Это бывший павильон РСФСР. Этот павильон теперь называется Мои Документы. Видите надпись на фасаде? Он находится справа от главного павильона. Раньше это был павильон России, павильон Российской Федерации в Советском Союзе. Я так понимаю, теперь автомобильные права, справку по квартплате, загранпаспорт, все это можно получить прямо на территории ВДНХ. Павильон доступ есть. Рядом находится павильон Армении, павильон 68. Это один из лучших павильонов ВДНХ для отдыха. Внутри есть дегустационный зал, кафе, ресторан, точки торговые. Можно зайти и там отдохнуть. Раньше исторически это был павильон Сибирь. Павильон Карелии с чудным деревянным резным фронтоном. Один из самых небольших республиканских павильонов бывшего ВДНХ СССР. А посреди площади, конечно же, красавец Фонтан Дружба Народов. 16 девушек олицетворяют 16 республик Советского Союза. Не собирался рассказывать про фонтан, но не могу удержаться. Вот перед нами девушки, смотрите, которая держит сноб в правой руке. Это Россия. Справа от нее, как будто с факелом напоминает статую свободы, это Украина. Слева в платочке это Беларусь. Три славянских республики стоят рядом. Левее Белоруссии Казахстан, правее Украины Узбекистан. Итак, все 16 республик, существовавшие на момент открытия выставки в 54-м году. Фонтан реконструировали зимой 2019 года. Сейчас 3 мая 2019 года. Вот эти золотые рыбки, которые у вас на экранах. Их не было тут много лет. Подсветку фонтана в мае 2019 года включают в 8 часов вечера. У меня есть отдельное видео, смотрите по ссылке в описании. Это павильоны вдоль главной аллеи ВДНХ, слева от нее. Последовательно расположены павильон Казахстана, павильон торгово-выставочный центр профсоюзов, потом павильон в Армении, Азербайджана, Белоруссии. Прямо за фонтаном каменный цветок, исторический павильон Украины, а правее него павильон Московской области. Видите, напоминает очертаниями Кремль. С правой стороны исторический павильон Узбекистана. Далее сейчас находится фудкорт на месте сгоревших павильонов. И павильон Ленинграда перед павильоном Московской области. Из всех перечисленных девяти павильонов в мае 19-го года войти можно только в два. Это вот в этот торгово-выставочный центр, который и есть торговый центр. Ничего он из себя больше не представляет, если вас только не интересует архитектура внутри этого павильона. И следующий павильон, это теперь Государственный музей Востока. Исторический павильон Армении, который многим знаком по тому, что в нем было позже, тут была аптека очень большая с 90-х годов до 2014-го года. Ну, неважно. В этом историческом павильоне Армении сейчас открылся филиал Государственного музея Востока. Теперь это музей Рерихов на ВДНХ. Тут созданная экспозиция работ Николая Святослава Рерихов. Открылась буквально на днях, в апреле 2019-го года. Взрослый билет 300 рублей, льготы есть. Материал о работе музея также есть у нас на сайте. Я был на открытии, там есть видео. Смотрите ссылку в описании. Поскольку темой этого видео мы выбрали павильоны на ВДНХ, чтобы обозначить те павильоны, куда можно войти в мае 2019-го года, давайте зафиксируем. Вот на площади Дружбы Народов у нас таких павильонов три. Это павильон Рабостанции, павильон Армении и павильон Мои Документы. Далее за фонтаном Дружбы Народов можно войти в два павильона. Это вот в этот торговый центр. И в павильон Музея Рерихов, Государственного музея Восток. На все остальное пока любуемся снаружи. Далее по ходу нашего движения вдоль главной аллеи павильон Беларуси. Бывший павильон Беларусской ССР. Тут он находился еще до войны. После войны был восстановлен, увеличен в размерах. И сейчас здесь торговый центр Республики Беларусь. Сюда тоже можно ежедневно войти. Там работает белорусская ярмарка. Перед нами павильон Украинской ССР. В бывшем павильоне Украинской ССР теперь находится центр славянской письменности. Но доступа для нас туда пока нет. Вот такая непонятная картина. Я не снимаю о красивейшем фонтане каменный цветок. Есть отдельное видео о нем. Он заслуживает отдельного видео. С правой стороны находится павильон 64. Это бывший павильон Ленинграда. Обратите внимание, если вы собрались к макету Москвы, то после павильона Ленинграда вам нужно повернуть направо. И там вдали, вы сейчас можете увидеть, я чуть-чуть приближу, вот это черное круглое здание. Это макет Москвы. О нем у нас есть отдельная статья. Смотрите также по ссылке в описании. Это, на мой взгляд, одно из важнейших мест, наиболее интересных мест, которые сейчас нужно посетить на ВДНХ. Мы с вами движемся дальше по главной аллее, между павильоном Беларуси, куда мы вот уже дошли, и павильоном Украины справа. Впереди ракета Восток и площадь промышленности. Там я буду минут через пять. А пока отклонимся вправо и подъедем к павильону 57, где находится комплекс «Россия. Моя история». В 57-м павильоне находится исторический парк «Россия. Моя история». Это музейно-выставочная экспозиция. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 9 вечера. Узнать подробности о работе этой музейно-выставочной экспозиции, посмотреть видео вы можете также по ссылке, которая будет в описании. Даже если вы не собираетесь на экспозицию, не собираетесь покупать билеты, просто войдите. Вход в холл абсолютно бесплатно. В холле есть кафе, в холле есть кинозал бесплатный. Там можно отдохнуть, посмотреть. В конце концов, там есть туалетные комнаты. Это интересно во всех отношениях. Заглянуть в 57-й павильон. Ну вот мы с вами на площади промышленности ВДНХ. Тут находятся 5 павильонов. Последовательно они на ваших экранах. Вот этот левый павильон, на котором Пушкин, он не работает. Это 20-й павильон, он на реконструкции. Далее в глубине Москвариум, о котором вы все знаете. Политехнический музей. Павильон Космос, где работает экспозиция космонавтика и авиация. И 55-й павильон с музеем оптических иллюзий. Итак, мы с вами сегодня прокатились по центральной зоне ВДНХ. И выяснили, что тут можно войти в 10 павильонов плюс Москвариум. Правильно? Значит, два торговых павильона, рабостанция, мои документы, Армения, Музей Востока, павильон Белоруссии с ярмаркой. И тут на площади промышленности Россия моя история, комплекс политехнический, космонавтика и авиация и псевдоаттракционы в 55-м павильоне. На этом я хочу завершить сегодняшний ролик о павильонах ВДНХ в центральной части. Мы с вами проехались, посмотрели. Поеду я снимать на другую камеру фонтаны. До новых встреч. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok